Так, сегодня будем продолжать разработку нашего электробоянчика, точнее ответную его часть. Это у нас передатчик электробояна, работающий по беспроводной связи. Нам нужна приемная часть, которая сможет принимать этот поток отсюда с нажатыми клавишами, преобразовывать его, во-первых, в MIDI формат и передавать по USB на компьютер. И, кроме того, надо бы поручить второй части генерацию звука, то есть преобразование MIDI сигналов в аудиопоток. Для этого возьмем внешний ЦАП, стерео 24-битный, работающий максимально на 96 кГц частоты сэмплирования. Навесим его на наш камень STM32. Для того, чтобы постоянно не выдавать с частотой 96 кГц данные на выход, на ЦАП, поручим это все дело ДМА, прямому доступу к памяти, который будет вычитывать наш массив из памяти последовательно и передавать на выход. Значит, массив возьмем 1024 байта. При частоте сэмплирования 96 кГц эти 1024 байта будут вылетать примерно за 10 миллисекунд. Значит, каждые 10 миллисекунд нам нужно будет заполнять этот массив новыми данными. Для того, чтобы не толкаться локтями с ДМА, у ДМА STM32 есть замечательная функция. Он генерирует прерывания как по окончании выдачи, так и по половине выданного массива. Значит, заполним этот массив синусом простым. Почему не будем применять генерацию синуса на лету? Потому что синус достаточно долгая операция и кушает много времени. У нас прерывание в прерывание, желательно делать все быстро, поэтому будем просто вычитывать из готового уже массива. Этот массив у нас вот такой вот вид получает, дает у нас нормальную такую красивую синусоиду. Вот этот вот весь кубик – это полная амплитуда. Почему я не делаю синусоиду на полную амплитуду? Вот здесь вот этот вот параметр отвечает за амплитуду. Полная амплитуда – это будет 7 FFFF. Я делаю в 4 раза меньше амплитуду от полной, для того, чтобы можно было генерировать не один, а 4 хотя бы одновременно сигнала различной частоты. И просто их суммируя выдавать на выход. Попробуем, как работает эта синусоида. Да, кроме всего прочего, нам нужно строго соответствовать вот этим вот частотам для каждой ноты. Это вот для второй, по-моему, октавы. Ля второй октавы – 440. И следующая ля будет уже 880. Здесь идут частоты. Они равномерно темперированы с вот этим вот коэффициентом. Если равномерно темперировать, то получаются именно вот эти вот значения у меня. Это у нас основной тон 440. Это показан мажорный, по-моему, аккорд. Если взять три вот этих вот ноты одновременно, то получится то, что надо. Значит, сэмпл у нас 1024 значения. Они не байтовые, они 24-битные для ЦАПа. Знаковые. То есть могут быть значения как плюсовые, так и минусовые. Если мы будем выдавать напрямую 1024 этих значения на выход за 10 миллисекунд, то мы получим примерно вот эту вот частоту – 93,75 Гц. Для того, чтобы получить частоту 440 Гц, нам нужно брать не каждое значение последовательно, а значение нужно брать вот этим вот шагом. 4,8. Да, вот этот вот шаг. Например, чтобы получить 440 Гц. Причем невозможно просто брать и приплюсовывать 4,8. Будет накапливаться большая ошибка. Поэтому счетчик следующего значения у нас должен быть накопительным. И мы должны умножаться на номер сэмпла, который идет, и вот этот вот коэффициент. И тогда получим необходимый следующий сэмпл из эталонной таблицы. Учитывая то, что у нас 1024 значения для вот этого частоты 93,75, то для 440 Гц получается достаточно нормальная точность и плавная. Конечно, возможно, для более высоких частот, более высоких нот, неплохо бы иметь таблицу с большим разрешением. Но дело в том, что у нас там появляется другая проблема. У нас всего-то 54 значения при вот этой вот частоте из таблицы 1024 будет вычитываться. Это ограничено самой скоростью выдачи ЦАПа. Поэтому наращивать таблицу еще дальше смысла нет. Можно просто интерполировать между ближайшими двумя значениями, либо брать ближайшие значения из таблицы. И должно быть все в порядке. Значит, что нам необходимо проверить, это строй, да? Загрузим эту прошивочку сюда. Нота у нас будет включаться по нажатии кнопки. Например, вот так. Значит, это у нас 1024 значения в массиве, а это в том же формате времени, но уже выдаваемая 440 или 220 Гц. Я уже не помню, сколько у меня там написано. Ну, видимо, 220 Гц, потому что здесь никак не 4 периода. Ну и посмотрим, что скажет наш тюнер на этот звук. Он говорит, что это нота Ля, причем достаточно точно. Хорошо. Теперь попробуем выдавать параллельно не один сигнал, как было там 220 Гц, а этот мажорный аккорд, то есть трехголосие. Вот это, если у нас эталонная синусоид в массиве, то вот здесь у нас сейчас будет сигнал, который состоит уже из трех суммированных синусоид. Вот такой вот звук, вот такой вот сигнал. Возможно, да, это у меня, скорее всего, минорный аккорд. Теперь попробуем выдавать на выход что-нибудь поинтереснее, чем синусоида. В одном из предыдущих видео я показывал, как скронвертировать WAV-файл в C-код, чтобы получить вот такой вот массив. Это у нас беззнаковый массив, средняя точка 32768, и от нее вверх и вниз идут значения. В этом массиве у нас 727 значений, а нам надо 1024. Так, закомментируем нашу генерацию синуса и сделаем шкалирование этого вот массива значений, 727 на наши 1024. Для того, чтобы его растянуть как вермошку, нам нужно 1024 значения, у нас есть 727. Применим вот такую вот нехитрую формулу, и у нас получится из 727 у нас получится 1024 необходимых значений. Выглядит этот сигнал вот так вот. Ну и попробуем, как это трехголосие будет звучать с этим сигналом. Ну, это явно более похоже на какой-то аккорд, причем минорный. И вот такая вот форма сигнала из трех сложенных параллельно вот этих вот сигналов получается на выходе. Это у нас минорчик, а вот это у нас мажорчик. Ну, явно похоже на мажор. Сейчас немножко погромче сделаем. Да, это мажор. Ну, собственно, не такой уж красивый сигнал, как хотелось бы. Но это самое начало. Теперь попробуем сделать нечто похожее на аккордеонный звук. Для этого частота первого генератора у нас будет 220 Гц, а частота второго генератора на 5% выше. То есть, к примеру, если счетчик первого генератора будет 39371, то второй будет 39839. Это как раз там на эти 5% и выше. Послушаем звук. Ну, вот нечто похожее на правую руку аккордеона. Конечно, еще нет ни фазы нарастания, ни фазы спада. Ни атаки, ни спада. Поэтому звук такой достаточно дебильный. Да, при начале работы генератора он должен начинаться с нуля, да, это наша таблица, и заканчиваться на то же желательно даже на нулем, чтобы не было у нас щелчков и хрюков. Поэтому, кроме просто пересчета значений из основной таблицы, введем еще параметры громкости, которые будем плавно наращивать от нуля до 100% за первое, там, сколько-то итерации, за 20 миллисекунд, например, для того, чтобы это все происходило плавно и без щелчков. Ну, как слышно, щелчков нет, все в порядке. Хорошо. Так, немножко поднимемся по частоте. Теперь у нас на выходе будет 440 Гц, ля второй октавы, не 220 на октаву ниже, которые были. Ну, в принципе, близко к аккордеону. Посмотрим, что говорит тюнер по этому поводу. Тюнер говорит, что да, это ля, но за счет того, что второй генератор чуть выше, поэтому эта ля идет с таким немножко биением вверх, да, на несколько центов. Вот если это 50 центов, то должно на 5 центов выше быть, если включить только второй генератор. Поскольку два генератора, то получается как раз, ну, как раз вот эти два с половиной где-то там они проскакивают. Хорошо. Так, отключим второй генератор, оставим только основную тонику, посмотрим, что скажет тюнер на эти 440 Гц. Ну, где-то, да, где-то вроде попали. Так, посмотрим, что по поводу этого синуса думает. Ну, тюнеру вполне комфортно, а вот частотомер у нас тут в шоке, потому что на этом сигнале куча дополнительных пиков спадов, и он не понимает, о чем тут речь. Вернемся к синусоиде. Так, что у нас с синусоидой? По синусоиде тюнер чувствует себя... Тюнер чувствует себя неплохо. А почему так? Синусоиду должно быть вообще для тюнера в порядке. Ну-ка. Не, все нормально. Тюнер говорит вот так вот, а частотомер по поводу синуса говорит 439 Гц. 439,9. Ну, в первом приближении такая точность, я думаю, меня устроит. Так, следующим этапом будем делать вычитывание формы волны с микро-SD-карты и работа уже с этими сигналами напрямую, чтобы не приходилось создавать в рукопашную эти таблицы, чтобы любой человек мог вырезать кусочек звука, который ему понравился, и создать, собственно, WAV-таблицу. Так, посмотрим, что у нас происходит со временем. Значит, вот вверху у нас идут прерывания по вычитыванию половины буфера по ДМА, передачи на ЦАП. Значит, они идут с частотой 91,54 Гц. Почему не вот эти вот 93,75 Гц? Не спрашивайте, я не знаю. Видимо, у меня какие-то проблемы с опорной частотой, либо с делителями, и на выходе у меня вместо 93,75 Гц, вот эти вот 91,55 Гц. Ну, не суть. Самое главное соблюсти частоты нот. Они у нас соблюдаются. Чего у нас по загрузке? Значит, обработка одного прерывания занимает 3,184%. Это для одной ноты, для одного генератора. Поскольку таких прерываний два, то вообще процессор занят порядка 6,5% времени для генерации одной ноты. То есть, для электробояна понадобится сколько? В правой руке максимум может быть 5 нот, и в левой руке максимум может быть бас, и аккорд 3 ноты, 4 ноты. В общем, где-то 10-12 нот одновременно нужно сделать. 6 на 12, но как раз все, процессорное время будет занято. Многовато, нужно будет оптимизировать. Ну, я думаю, там есть, где пошевелиться по поводу оптимизации все получится.